Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. А почему бы на самом деле и не подготовиться к обновлению 8.1.5? Да, это не контентное обновление, сразу не выйдет какой-то новый рейд, повышения итем-левела не будет. Но все же, есть некоторые пункты, к которым было бы неплохо подготовиться. Самое первое, советую вам подготовиться морально. Быть может, выделить свободное время. Быть может, быть чуточку сдержанным в каких-то делах. Ну и проявить усидчивость в выполнении каких-либо достижений, разблокирующих последующие пункты. Второй пункт. Мы уже прекрасно знаем, что будут разблокированы култератские люди и Зандалари, ордынская раса. Но что же нужно для этого? С целью того, чтобы получить доступ к култератских людей, нам нужно превознесение у Адмиралтейств Раудморов, нам нужна выполненная кампания и выполненная сюжетная линия по освобождению Джайны и каким-либо прочим квестам. Собственно, все ссылочки на ачивы, которые нужны для этого, я скину в описании к видосику. Ну а с целью того, чтобы разблокировать Зандаларских троллей, нам нужно все аналогично, то есть прокачать основную ордынскую фракцию. Зандаларская экспедиция, насколько я правильно знаю, увы, я за Орду не играю. Так что, по-моему, как-то так эта фракция называется. Если нет, думаю, поправите меня. Также аналогично нужно сделать военную кампанию полностью. Та, что была в 8.0 и та, что была в 8.1. Тот квест, который дается на битву за Дозарлор, не обязательно выполнять. Это уже на ваш выбор. Ну и, конечно же, аналогично нужно сделать полную сюжетную линию. Ну, у Ордая на своях, конечно. Думаю, вы ее уже сделали. И вы действительно молодцы, если сделали ее заранее. Если нет, дерзайте. Пункт номер три. В прошлом видео о нововведениях в 8.1.5 я говорил о том, что будет введен двойной маунт для фракций Орды Альянса при условии, если у вас есть достижения по типу двойного агента, а также выполненных сюжетных линий в военной кампании у обоих фракций. Если вы это сделали и все условия выполнены, то когда вы зайдете в игру в 8.1.5, вы получите двух прекрасных маунтов. На самом деле, весьма интересных, если честно. Это будет волк в альянсовских доспехах. Можете увидеть его сейчас. И конь в ордынских доспехах. Это просто какая-то дичь полнейшая. Ну вы вдумайтесь в это. Такого никогда не было в игре. Это уникальные маунты, которые реально нужно заиметь. Быть может, даже я себе буду ордынсы качать с целью того, чтобы взять этих двух маунтов. Почему бы и нет? Также к профессиям будут добавлены различные особенные эпические вещицы, которые будут характеризовывать нашу профессию. При их крафте будет доступен какой-то интересный эффект. И используя этот эффект, можно получать различные бонусы. Для себя, для персонажа, для группы. Подготовьте реагенты. Не поленитесь. Я уверен, что цены на реагенты повысятся в тот момент, когда стартанет патч. Возможно, вам придется сменить точки ваших камней возвращения, которые ставят у вас в текущий момент. Я думаю, у многих до сих пор еще стоят камни в святилище 7 звезд, ну или двух лун, если вы играете за Орду. А по какой причине? А потому что там большинство порталов находятся. Делоран, Шатрат, Альянсские Ордынские Города. Это приятно на самом деле. Но сейчас порталы изменятся. И будут определенные комнаты с порталами, как я правильно понимаю, абсолютно в любую точку Азерота и прочих каких-либо континентов. На самом деле, вот выйдет 8.1.5, тогда, конечно, детальнее это посмотрим. Возможно, придется переставить свой камень возвращения в какую-либо другую точку. В 8.1.5 стартанут новые путешествия во времени, а именно Дренорские, будут введены 2 маунта и 2 игрушечки. Конечно же, они будут стоить валюту. Маунты по 5000, игрушки 500 и 750 искаженных временем знаков. Накопите эти значки и закупите все, что вашей душе угодно. И ярмарка на Волуне также пополнит свои запасы. Будут весьма интересные вещички по 90 купонов. Так что, если у вас мало купонов, и вам захочется их взять себе, эти вещички, накопите купоны и, конечно же, купите их. Само собой, контента будет достаточно, и каждый урвет себе какую-либо его часть. Допустим, кто-то, например, не захочет посетить ярмарку на Волуне, а захочет посетить что-то другое. Действуйте, эта игра безгранична, и можно найти абсолютно любое в ней занятие. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого.